Режим самоизоляции внес изменения в нашу привычную жизнь. Коснулись они и церквей округа. Храмы работают как и прежде, но к мерам безопасности здесь самое серьезное отношение. Также по просьбам прихожан организованы онлайн-трансляции богослужений. Мы стараемся адаптироваться к тем новым условиям, которые созданы. Поэтому начали прямую трансляцию богослужений. Практически каждое богослужение транслируется в разных соцсетях. Посещаемость очень большая. До 10 тысяч человек иногда присутствуют за богослужением. Именно не просто его просматривают, а присутствуют. Главный вопрос, который волнует в эти дни православных людей, как будет проходить пасхальное богослужение и освящение куличей. Церковь – организм богочеловеческий, и церковь совершает свое служение Богу и людям. И сейчас, в этот период, когда этот вирус, скажем так, особенно активно распространяется, для церкви очень важно сохранить вот эту составляющую человеческую, чтобы никто не заболел, чтобы все были здоровы и максимально, конечно же, ограничить присутствие людей в больших количествах, в том числе и в храмах. Об этом говорит о Святейший Патриарх, призывая людей молиться дома. И, конечно же, сейчас мы понимаем, что, возможно, вот этот период ограничения продлится и во время праздника Святой Пасхи. Но, тем не менее, повторюсь, что Пасха будет. Пасху никто отменить не может, и будет свершаться богослужение. Я думаю, каждый человек сможет услышать эти заветные слова «Христос воскресе». Как никогда людям нужна поддержка церкви, и она ее оказывает. С первых дней введения режима самоизоляции священнослужители откликнулись на призыв о помощи. Сейчас очень много людей, которые в этом нуждаются, потому что это люди и старшего поколения, люди, у которых двое-трое детей. И, конечно же, весь этот поток людских просьб, он очень большой. И администрации нашего округа достаточно сложно все это обрабатывать, поэтому мы, скажем так, являемся здесь некими помощниками в этом вопросе. Только высокая сознательность и самоизоляция тех, кто уже заболел или является носителем коронавируса, не даст возможности распространиться вирусу стремительно и не подвергнет опасности жизни людей, которые входят в группы риска.